алё да машуль привет как у тебя дела как там ванечка развивается да ладно уже сидите а сколько вам 5 месяцев ну поздравляю молодцы такой у тебя мальчик прямо развивающийся не по месяцам растет слушай маш у меня тут срочное дело давай тебе потом перезвоню хорошо ну все пока ты это слышала кошмар 5 месяцев уже сидит данька надо срочно проверить твои способности сконцентрируйся я верю твои возможности не сидит что же делать так нужно написать на форум я точно знаю что там нам что-нибудь подскажут ребенок 6 месяцев не сидит что делать вот так вот там так ну посмотрим что нам ответит сейчас так ничего не отвечают пока я так с ума сожду сойду ждать так данек давай-ка пока получимся сидеть пока нам пишут пока нам отвечают честно говоря какие-то специальных упражнений для сидения мы не делаем только потому что практически во всех книгах пишут что рано ребенка сажать нельзя потому что это плохо может сказаться на позвонке и рано не сажайте не обкладывайте подошками и что в результате у машки сел раньше чем у меня самое простое это во первых массаж который рекомендуется делать на первом году 3-4 курса в год то есть каждые три месяца природы уже заложено то что ребенок постепенно начинает формировать какие-то определенные свои навыки да в три месяца ребенок должен научиться держать уверенно голову потихоньку учиться ползать переворачиваться в 6 месяцев соответственно ребенок начинает учиться сидеть вставать на четвереньки ползать на четвереньках потом соответственно вставать ходить и так далее вот поэтому каждый курс массажа должен быть направлен на формирование как раз вот этих основных навыков ребенка массаж с элементами лечебной физкультуры единственное что мы делаем это вот просто присаживание да вот так вот ребеночка подтягивать и пытаться чтобы он как-то усидел до либо еще и прочитала книги что можно подсаживать за одну руку вот так вот одной рукой придерживаешь коленки 2 за ручку его подтягиваешь а он опирается одной рукой на какую-то поверхность свою вот так тоже можно еще мы делаем упражнение на нашем любимом фитболе который мы прям с рождения очень любим потому что это укрепляет мышцы спины вот так вот и соответственно чем быстрее укрепиться спина тем быстрее малыш вроде как сядет ну и третье что мы делаем на педиатр недавно посоветовал просто сажать ребенка вот позу наездника сейчас покажу тебе так это тоже по словам педиатра укреплять спину укреплять обязательно спину ребенка можно и на фитболе можно значит упражнение так называемый самолетик его можно как на футболе делать так и просто лежа на животе на диване там или на ваших коленях даже до приседания за две ручки за одну но не давать ребенку долго сидеть вертикальном положении то есть ребенок присел вы его положили обратно точно также за одну ручку поддерживаете ножки ребенок присел вы его кладете таким образом мы формируем тренируем мышцы брюшного пресса и мышцы спины тогда нет давай посмотрим что нам написали ну вот да все то же самое присаживание фитбол а вот еще интересная точка зрения одна форумчанка пишет с первым ребенком я переживала так же как и вы а со вторым решила не заморачиваться решила когда надо будет сам тогда тогда самый сядет и встанет в результате сел самостоятельно 8 месяцев через месяц уже встал или вот сел после семи месяцев не присаживала категорически подушки не подкладывала за ручки не подтягивала все сам то есть некоторые мамы даже никак не стимулируют своих детей интересная точка зрения совсем ничего не делать это конечно же неправильно важно не то чтобы ваш ребенок как можно раньше сел или пускай сядет как когда сможет да важно чтобы он это сделал правильно все дети разные каждый ребенок конечно же будет готов к этому по-своему в определенный период своей жизни но ваша основная задача все-таки максимально поспособствовать этому правильному развитию так данек давай посмотрим что здесь пишут у нас есть у нас такая замечательная книжка по массажу и здесь тоже есть некоторые рекомендации а вот интересно самое лучшее что родители могут сделать для ребенка это стимулировать его желание ползать это замечательная возможность подготовить мышцы тела к предстоящим нагрузкам вертикальном положении выполнять какие-то определенные упражнения в виде игры например ну проще всего ползание да когда ребенку интересно у него есть желание дотянуться до какой-то игрушки что-то взять что-то схватить вы соответственно ловите момент пытаетесь его подтолкнуть подставляете руку он отталкивается от вашей руки или вы потихоньку переставляете ему ноги он понимает правильную технику выполнения до данного навыка и потихоньку учится правильно ползать а данек у нас уже даже ползает очень неплохо привлекают его в этом деле как раз таки не игрушки а вещи наоборот далекие от игр вот смотри сейчас тебе даже покажу не подводи меня не подводи вот видишь я же тебе говорила